Здравствуйте! Вы смотрите программу события в центре внимания новости Нижнекамска. Меня зовут Ислуха Афизова. Коротко о главном. Вообще тут сколько аварий уж тут было. Проблема дорог продолжается. Только с марта этого года почти 700 нижнекамцев обратились в травмпункт, получив повреждения на улицах города. Самое главное – крепкого здоровья и бодрости духа. Человек с большой буквы. Нефтехимики поздравили с 95-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Владимира Акимова. АПЛОДИСМЕНТЫ 37 команд, более 100 участников. Нефтехимики закрыли лыжный сезон. С приходом весны многие улицы Нижнекамска стали небезопасны для горожан. Место асфальта – лед, причем, по мнению жильцов, коммунальщики жалеют даже песок. Вот на эту пешеходную дорожку жалуются многие нижнекамцы. Она расположена между первым и третьим домами по улице Корабельная. Как вы видите сами, пройти по ней не упав не так-то просто. Ужасные дороги, честно скажу. Сама вот на машине езжу, допустим, если приедешь, тут даже не припарковаться ничего, не заедешь. Так как здесь налить даже ужасно. И квартату платим за все, платим за хорошие условия. Условий нет у нас. Мы тонем тут, плаваем. Мы попытались выяснить, к кому относится эта территория, но концов не нашли. Мало того, управляющие компании заявили, что это и вовсе не их участок. На самом деле такая ситуация не только на Корабельной. По всему городу на дорогах сверкают ледяные полотна, где каждый человек случайно может упасть и получить травму. Только в этом месяце в травмпункт с жалобами обратились 700 человек. Остальным только остается ждать, когда же это все растает или коммунальная служба начнет работать по совести. В продолжении дорожной темы. Сегодня состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения. За прошлый год в Нижнекамском районе произошло более 270 ДТП. 13 человек погибли, 359 получили травмы. Как обстоит ситуация с детским травматизмом? И какие работы запланированы на этот год по благоустройству пешеходных дорог в сюжете Киры Николаевой? Ежедневно на улицах города происходят десятки дорожно-транспортных происшествий. Многие из них заканчиваются плачевно. Причиной большинства аварий является несоблюдение правил дорожного движения. Это нарушение скоростного режима, выезд на встречные полосы и нарушение ПДД пешеходами. В 2018 году было выявлено 7999 нарушений несоблюдения скоростного режима, выезд на полосы и нарушение 1 509, нарушение правил пешеходами 784, управление транспортным состоянием опьянения 819. Особо остро сегодня стоит и вопрос с детским травматизмом на дорогах. Здесь также статистика неутешительная. За 2018 год сотрудники ГИБДД зафиксировали 64 ДТП. 67 несовершеннолетних были травмированы, один ребенок погиб. Наблюдается тенденция роста аварий и количество пострадавших по сравнению с 2017 годом. Учитывая наличие отрицательной динамики, мы должны понимать или предпринимать дополнительные меры и действия. Новые подходы должны быть. Нам на базе автогородка Белики в рамках учебного процесса практически навыки надо. Также на совещании доложили о работах, которые запланированы на этот год. Так, например, изменения коснутся пешеходного перехода у гостиницы Кама в сторону городского музея. Преобразование необходимо для того, чтобы, как доложил руководитель исполкома, устранить хаотичное движение пассажиров, трамваев и автобусов. В завершение встречи члены комиссии обсудили все проблемные дорожные участки в городе и наметили план реконструкции на следующий год. Кира Николаева, Власимагин, НМЕДИА Накануне в Нижнекамском городском суде состоялось судебное разбирательство в отношении водителя, который еще в марте 2018 года, доставляя продукты в магазины, сбил женщину. На пятый день после трагедии женщина умерла в больнице. Теперь дочь хочет получить компенсацию морального вреда. Подробности в следующем сюжете. Напомним, трагедия произошла 10 марта 2018 года на улице 50 лет Октября. Тогда водитель Тойоты Исмогилов, осуществляя перевозку продуктов по магазинам «Пятерочка», сбил женщину, которая двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу. Тогда же Исмогилов был признан виновным и отделался условным сроком. Сейчас оставшаяся совершеннолетняя дочь погибшей намерена получить компенсацию морального вреда. Жизнь матери была оценена ею в 650 тысяч рублей. Впрочем, Истица предъявляет требования не к виновнику случившейся трагедии, а к работодателю ИП Гизатуллину, как к юридическому лицу. Ранее у суда возникали сомнения в правильности выбора ответчика, в связи с чем в качестве соответчика по делу привлекли еще одну организацию – ООО «Трансэксперт». Ни один из них иск не признает. Такую позицию представитель ИСЦА воспринял весьма своеобразно. Он заявил о возможной фальсификации документов, а потому попросил отложить процесс. Сейчас при суде на заседании я связался с данной организацией. Сразу ответить они не смогли, с какой конкретной организацией был заключен договор подряд. Но при этом они поясняют, что они заключают договора подряд, поскольку у них есть основной договор с пятерочкой по перевозке. Со слов Сергея Лаврентьева, перевозка осуществляется от имени «Трансэксперта», где ему обещали поднять договор подряда из архива по рейсу только по запросу суда. Кроме того, он отметил, что Гизатуллин стал индивидуальным предпринимателем лишь после случившейся трагедии. А вот на момент ДТП он являлся и директором, и учредителем, оказывающим услуги по перевозке. Данные обстоятельства, по его мнению, дают повод сомневаться в достоверности доказательств. Судебное разбирательство было отложено. Олег Боязитов, Радик Хабибуллин, Влас Симагин, НМедиа. Вы смотрите программу события. Для тех, кто присоединился к нам только что, я напоминаю, что все свежие новости Нижнекамска и не только, вы можете найти на сайте media.nknh.ru, а также в группе ВКонтакте. Я же передаю слово своей коллеге Евгении Смоленковой в центре внимания производственный сектор нашего города. Здравствуйте, пришло время новостей промышленного сектора. Прямо сейчас вы узнаете о том, что интересного произошло на производственных площадках компании Нижнекамскнефтехим и не только. Вначале, коротко о главном. Было выполнено 61 предохранное мероприятие, профинансировано 1,467,000,000 рублей. Внедряем и модернизируем. Компания Нижнекамскнефтехим проводит масштабные работы по охране окружающей среды. Здесь все удобно, доступно, мостики хорошие. Еще мощнее и еще быстрее. На заводе ДБУВС запустили новую сливоналивную эстакаду. Учитывая, что у нас идет незначительная ротация кадров, то есть приходят молодые люди, как из числа служащих персоналов, так и из числа руководителей. Безопасность на первом месте. В компании Нижнекамскнефтехим стартовало обучение персонала по вопросам организации особо опасных видов работ. Начнем с приятной новости. С 1 марта текущего года повышена заработная плата сотрудникам Нижнекамскнефтехима. В соответствии с утвержденным штатным расписанием, среднее увеличение тарифных ставок составит более 15%. Более 9000 работников, в котором проводили оплату труда по сеткам номер 2, 3, 4, 5 и 6, довели до самой высокой сетки оплаты труда номер 1, по которой до этого начисляли заработную плату 6000 работников. Самое важное, увеличены базовые тарифы всем работникам ориентировочно примерно на 10-11%. Там, в зависимости от рангов, именно повышение в большей степени касается работников, скажем так, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го разряда промышленных персонал служащих. Увеличение зарплаты коснулось практически всех, кроме руководителей высшего звена и руководителей специалистов структурных подразделений, чьи оклады находятся в рамках контрактных. Ожидаемая величина показателя начисления заработной платы за 2019 год в среднем составит 58 тысяч рублей. Компания «Нижнекамскнефтехим» как социально ответственное предприятие заботится не только о работе производственных объектов. Вместе с этим акционерное общество ведет активную политику в сфере охраны окружающей среды. На протяжении многих лет предприятие успешно реализует ряд экологических программ. Их основная задача – создание комфортных условий для проживания жителей города и близлежащих районов. В этом направлении в компании функционирует отделы охраны окружающей среды. Как он отработал в 2018 году и какие планы стоят на 2019 год? Об этом говорили на еженедельном совещании руководителей акционерного общества. Как доложил на совещании заместитель главного инженера по охране окружающей среды «Нижнекамскнефтехима» Андрей Рубежов, прошлый год акционерному обществу принес новые достижения в природоохранной деятельности. В компании реализуется масштабный проект по реконструкции биологических очистных сооружений. В этом году модернизация подходит к своему логическому завершению. Запуск столь важного объекта принесет огромную пользу прежде всего горожанам. Нижнекамскнефтехим внедряет на сооружениях одно из лучших в Европе современных технологий очистки стоков – метод биофильтрации. Благодаря этому улучшится не только качество воды, но и состояние атмосферного воздуха. Также в январе этого года нефтехимики приступили к строительству важного объекта – химзагрязненного коллектора. Это уникальная работа, потому что она ведется в условиях действующих производств предприятия и под землей на глубине до 20 метров. Используется самое современное оборудование. Вопросам экологической безопасности Нижнекамскнефтехим всегда уделяет повышенное внимание. Поэтому реализация всех намеченных мероприятий будет продолжена и в дальнейшем. По затратам на охрану окружающей среды всего в 2018 году было выполнено 61 предохранное мероприятие, профинансировано 1,467,000,000 рублей. На 2019 год запланировано выполнение 86 мероприятий на сумму 3,180,000,000 рублей. Стоит отметить, что работы в сфере экологической безопасности проводятся в каждом подразделении Нижнекамскнефтехима. Идет постоянная модернизация производств с установкой новейшего оборудования. В ходе совещания также рассмотрели итоги работы за прошлый год завода «Бутилового каучука». Продукция данного подразделения востребована у крупнейших мировых производителей шин. Возможно, это благодаря богатому марочному ассортименту эластомеров, а также их высокому качеству. На заводе ежегодно внедряется комплекс мероприятий по устранению даже мельчайших нареканий. Меняем элементы оборудования в зоне движения каучука на нержавеющую сталь с покрытием специальным антидагезивным составом эпилам. Ведем постоянный анализ за посторонним предметом в зоне движения каучука. Продолжается подготовка к остановочному капитальному ремонту завода. Его начало запланировано на ближайший месяц. Планы на текущий год у завода «БК» немалые. Продолжить работы по повышению качества производимой продукции, снижению себестоимости, проведению капитального ремонта и внедрению энергетических программ. Айсул Хафизова, Кира Николаева, Марина Чернышкова, НМЕДИА. Ежедневно десятки железнодорожных составов и автобойлеров прибывают на площадке Нижнекамск-Нефтехима. Они привозят сырье, необходимое производством предприятия, а также загружают и отвозят продукцию компании-потребители. Чтобы проделать эти операции с нефтепродуктами или с жиженными газами, нужно должным образом организовать площадки для слива и налива. В последние годы в Нижнекамск-Нефтехиме активно строятся экологически безопасные и удобные для работников предприятия сливоналивные эстакады, как железнодорожные, так и автомобильные. В строй действующих введена очередная обновленная эстакада в цехе углеводородного сырья, производств изопрена и девинила на заводе ДБУВС. Все подробности в следующем материале. Т-8-2 – основной объект цеха углеводородного сырья для производства изопрена, изопренного каучука и девинила. Здесь принимают, хранят, откачивают и отгружают легковоспламеняющие жидкости в другие подразделения компании. Совсем недавно в цехе закончили работы по возведению новой сливоналивной эстакады. Если раньше была система налива в один бойлер, то теперь в два. Первое и главное преимущество в том, что отныне налив и откачка продуктов будут полностью герметичными. А значит, пары углеводородов не смогут попасть в атмосферу и почву. Для этой же цели предусмотрено бетонное покрытие площадки. Кроме того, на территории эстакады для цистерн смонтирован канал для сбора случайных проливов нефтепродуктов. Наливной гусак плотно присоединяется к люку автобойлера. Одновременно с этим паровая фаза отводится в специальную емкость. Таким образом исключается возможность возникновения избыточного давления, которое могло бы спровоцировать опасную ситуацию. Безопасность в том, что условия есть, есть площадки, есть лестницы, есть куда можно выходить. Также удобный налив. Уже сейчас мы не металл руками наливаем, а усенами это устройство сливоналива. Герметичными. Выделения паров нет практически. Еще один плюс в том, что теперь не требуется взвешивание автобойлеров, поскольку количество наливаемого продукта четко контролирует массовые расходомеры. Для этого перед наливом в программу расходомера вносится точный объем необходимого продукта и время его отгрузки. Налить даже несколько литров продукта сверх запланированного не получится. Это новшество значительно упростило контроль за уровнем отгружаемого продукта. Заведующий складом цеха с помощью специальной программы прямо из операторной может за всем проследить. Здесь все удобно, доступно, мостики хорошие, удобно все, подходы, как говорится, новая техника, по новым технологиям все. Строительство эстакады началось в конце 2017 года. Закончилось несколько месяцев назад. Ежедневно через нее проходят до 15 автобойлеров. Одновременно можно обслужить две машины. Благодаря современному оборудованию загрузка в автобойлеры стала более оперативной, максимально точной и без малейшего риска для окружающей среды. Узель Вазеева, Кира Николаева, Власимагин, НМедиа. Соблюдению требований охраны труда и техники безопасности в компании «Нижникамс Нефтехим» уделяется особое внимание. Сейчас акционерное общество находится в преддверии плановых капитальных ремонтов. В связи с этим на предприятии началось обучение персонала по вопросам организации особо опасных работ. Продлится оно всю неделю. На что стоит обратить особое внимание и как грамотно выполнять работы? Об этом в следующем сюжете. Охрана труда – важная составляющая любого производства. Именно поэтому компания «Нижникамс Нефтехим» регулярно проводит мероприятия, направленные на обучение своего персонала. Сегодня на повестке дня подготовка руководителей подразделений к пуску больших капитальных ремонтов на заводах акционерного общества. Особое внимание уделяется вопросам проведения опасных видов работ. Особо опасные виды работ – это проведение безопасных работ, огневых работ, ремонтных работ, работ на высоте. Обучение именно направлено на то, чтобы мы в процессе этого обучения разобрали все те моменты, на которых мы считаем необходимо акцентировать внимание. Каждый сотрудник акционерного общества должен помнить, что соблюдение правил охраны труда – это его прямая обязанность. Такие вопросы в компании стоят очень серьезно. Необходимо всем соблюдать правила, которые возложены в этих инструкциях. Там четко прописаны с точки зрения организации, безопасной организации и с точки зрения безопасного проведения самих работ. Главное – не нарушайте правила, соблюдая их, и тогда залог успеха будет очевиден. Чтобы минимизировать любые риски, на предприятии проводится огромная работа в части обучения и подготовки персоналом, как при приеме на работу, так и уже в процессе трудовой деятельности. Всем сотрудникам выдаются инструкции и озвучиваются основные требования пожарной безопасности, внутреннего трудового распорядка и ряда других правил, которые необходимо знать каждому работнику компании. В наряде допуски на выполнение огневых работ должна быть указана схема места проведения, подписанная начальником цеха. На схеме должно быть указано место проведения огневых работ и границы опасной зоны, места отбора проб воздуха, места расположения запорной арматуры и установки заглушек на технологическом оборудовании и трубопроводах. Обучение продлится всю неделю. Проводят его специалисты учебного центра, управления технического надзора, газоспасательной службы и промышленной безопасности и охраны трудам. Как заверили организаторы мероприятия, программу обучения пройдут 2500 человек. Учитывая, что у нас идет значительная ротация кадров, то есть приходят молодые люди, как из числа обслуживающих персоналов, так и из числа руководителей. Естественно, сейчас довольно интенсивно меняются нормативные базы именно в части безопасной организации особо опасных видов работ. И это обучение именно направлено на то, чтобы мы вот в процессе этого обучения разобрали все те моменты, на которых мы считаем необходимо акцентировать внимание. По мнению руководства компании, правильно организованная работа персонала дисциплинирует не только самого работника, но ведет к повышению производительности выполняемой работы, росту ее эффективности. Поэтому предприятие, соблюдая все правила законодательства, создает безопасные и благоприятные условия труда для своих работников. Кира Николаева, Марина Чернышкова, НМЕДИА. Для ведения технологических процессов заводам Нижнекамскнефтехима ежедневно необходима вода. Очень важно, чтобы она по своему химическому составу соответствовала всем заявленным требованиям. Эту задачу решает управление водоснабжения, канализации и очистки сточных вод предприятия. Сегодня на участке химической очистки воды цеха 3408 идут работы по замене антрацита в фильтрующих аппаратах. Для чего это нужно, расскажем в следующем сюжете. Вода для производств Нижнекамскнефтехима нужна постоянно, причем в большом количестве. Оборотное охлаждает технологическое оборудование, а химически очищенное и обессоленное непосредственно участвует в сложнейших технологических процессах. Поэтому и требования к ней очень серьезные. Необходимы грамотные технологические решения с применением современного и надежного оборудования. Например, сегодня в подразделении ведутся ремонтные работы по усовершенствованию фильтров очистки. Выгружаем старый антрацит для того, чтобы загрузить новый. На данный момент фильтр остановлен, выведен в ремонт, отглушен, производится работа. Антрациты отвечают за грубую очистку. Помимо этого компоненты меняют и другие составляющие. Водой же, очищенной от примесей, в этом цехе пользуются заводы олигомеров и гликолей, этилены и СПС, а также ряд сторонних организаций. Проходя через фильтры, а их там более 30, с помощью анионитовых и катионитовых смол на выходе получается химически очищенная и обессоленная вода. Стадия предочистки имеется в фильтровальном зале. Потом для получения химоочищенной воды есть у нас первая ступень фильтров, а уже для получения обессоленной воды, это как бы после первой ступени вода химоочищенная, она уже используется для получения обессоленной воды. То есть это уже вторая ступень получается. Производственные фильтры, так же как и бытовые, наполняют угольной массой. Но плюсы технических в том, что после отработанного срока содержимое устройств обновляет и оборудование служит еще определенное время. Вода, как поступает в наши фильтры, становится более мягкой. Соли жесткости отсутствует. Можно восстанавливать ионообменную смолу, так как у нас используется ионообменная смола путем регенерации, использования серной кислоты и едкого натра. Все преобразования производят только после заключения научно-технологического центра компании. В документе прописывается, каким именно компонентом заменить отслужившую смесь и на какой период. А также даются другие сопутствующие рекомендации. Кроме фильтров ремонтируют и смежные аппараты. Емкости, куда откачивается уже обессоленная вода. Всего их семь. В этом году в летний период планируется заменить емкость, дополнительный бак нейтрализатор поставить. Это нам позволит улучшить нейтрализацию стоков, химических стоков, выходящих из ХВО. И даст возможность вывести в ремонт емкость, вторую емкость, которая у нас используется под нейтрализацию стоков. Все эти реконструкции направлены в том числе и на экономию воды. Нефтехимики в сфере водопользования делают максимум возможного. Во-первых, постоянно повышают уровень возврата жидкости в систему водооборота. Во-вторых, стараются уменьшить объемы забора свежей воды и скамы. Гузель Вазиева, Евгения Смоленкова, Лейсан Саитова, НМИДИА. На этом все о производстве. Я с вами прощаюсь и передаю слово своей коллеге Айселу Хафизовой. Продолжим говорить о новостях Нижнекамска. В нашем городе есть особенные люди, чья жизнь без преувеличения является символом подвига. На днях ветерану войны Нижнекамск нефтехима Владимиру Акимову исполнилось 95 лет. Поздравить юбиляра прибыло руководство предприятия. Представители компании вручили ветерану цветы и подарки и произнесли в его адрес много теплых слов. В доме Владимира Матвеевича нефтехимики всегда желанные гости. Каждая встреча проходит очень тепло и уютно. Жизнь ветерана наполнена примерами мужества и трудолюбия. Многочисленные награды являются ярким тому свидетельством. Владимир Матвеевич – участник Великой Отечественной войны. Среди воспоминаний все печальные, кроме одной – победа. Этот долгожданный день он встретил на окраине Берлина. Командир полка объявляет – наши комсомольцы, наши дорогие солдаты, поздравляю вас с окончанием Великой Отечественной войны. Мы одержали победу. Это была неузнаваемая дата, неузнаваемый день. Все плакали, все рыдали. В Нижнекамск вместе с женой и двумя детьми Владимир Матвеевич переехал в 1987 году, когда вышел на пенсию. Здесь ему предложили работу в Управлении социального развития Нижнекамск-Нефтехима. Так он и стал нефтехимиком. О своем ветеране предприятие никогда не забывает. Представители компании поздравляют Владимира Матвеевича со всеми праздниками. В руках всегда подарки и букеты. От лица администрации нашего публичного акционера общества Нижнекамск-Нефтехима хотим вас поздравить с вашим 95-летием и пожелать самое главное вам крепкого здоровья и бодрости духа. Поздравляем вас. Желаю вам крепкого действительно здоровья и очень рады, что вы в Редах в строю с нами, как можно дольше будете. Субтитры делаю вас. Спасибо вам за работу, общественную работу, но спасибо за то, что вы живы и здоровы до сих пор и дальше будете с нами вместе быть. Гостям Владимир Матвеевич раскрыл и секрет своего долголетия. Ясность ума он сохранил во многом благодаря своей работе. У Зальвазива и слуховизовались Санцеитва НМедиа. Горячий чай, хорошее настроение и, как всегда, отличные результаты. Так, накануне закрыли лыжный сезон работники Нижнекамск-Нефтехима. Всего с декабря по март среди сотрудников предприятия прошло порядка 15 лыжных гонок. Все подробности у нашего корреспондента. Говорят, спорт – это жизнь. Так считают и нефтехимики. Поэтому все соревнования в акционерном обществе проходят с успехом. На закрытие лыжного сезона собралось около 150 человек, представители всех подразделений предприятия. Бороли за победу 37 команд. В каждой из них по 4 человека. Для группы определили дистанции. Для мужчин – 6 километров, для женщин – 3. Хоть их и называют любителями, многих можно уверенно считать профессионалами. Участники показали хорошую физическую подготовку. Зима удалась в плане лыжного сезона. Снега было полно. И огромное спасибо организаторам, кто организовывал все эти лыжные гонки, эстафеты, марафоны. Участвовала во всех в этом году. Ждем следующего года. Соревнования по лыжным гонкам среди работников Нижнекамск-Нефтехима начали проводиться с конца 60-х годов. Со временем это превратилось в одну из любимых традиций нефтехимиков. Например, только в этом сезоне прошло порядка 15 лыжных гонок, в которых участвовало около полутора тысяч человек. С погодой нам и со снегом в этом году, можно сказать, повезло. Я думаю, что все, кто хотел показать какие-то результаты, добиться и потренироваться, и лыжно-прокатная база работала, и освещенная трасса, и подготовлено было все отлично. Я думаю, что люди получили в этом году массу удовольствия, и не то, чтобы повысить могли свое даже мастерство. Проходили не только эстафеты, но и дистанционный бег, скиатлон, суперспринт. Кроме того, некоторые химики сдавали нормы ГТО. Хотя лыжный сезон и заканчивается, химики не унывают, ведь и летом будет чем заняться. Снег растает, будем кататься на велосипедах, будем бегать. Думаю, что нужно всех приучать к этому. Спорт – это круто. Да, весной и летом нефтехимикам тоже скучать не придется. Для них готовят множество других интересных соревнований. Гузель Вазеева, Власимагин, Энмедиа. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Встретимся в пятницу в этой же студии и в это же самое время. Я напоминаю, что все наши новости вы можете найти на сайте media.nknh.ru, а также в группе ВКонтакте. Там очень много интересной и нужной каждому информации. Если же вы нуждаетесь в помощи для решения проблемных ситуаций или у вас есть интересные информации, которые бы вы хотели поделиться, звоните в нашу службу новостей по номеру 377-00. Программа «Велась слуха Физова». До встречи в эфире. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова